Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я сегодня хотела выступить с темой, касающейся Храма Святого Духа, построенного Николаем Константиновичем и Марией Кладиной Тенишевой в Талашкино. Все вы знаете, что в начале этого года в интернете было опубликовано интервью губернатора Смоленской области Алексея Островского, в котором он высказал свое желание реконструировать росписи Николая Константиновича в Храме Святого Духа. И я хочу внести предложение пунктам нашей резолюции, рекомендации Круглого Стола, которые сейчас проходят в Общественной Палате Российской Федерации, поддержать эту инициативу Алексея Островского. И вот по какой причине. Я достаточно долго занималась темой Талашкина, сотрудничеством Марии Клавдиной, Тенишевой, Николая Константиновича Рериха, в частности, в строительстве Храма Святого Духа. И хочу сказать, что это уникальный памятник, который задумывался и Тенишевой, и Рерихом для будущих поколений. И не их вина, что фрески не сохранились, что храм не был завершен до конца, и по этой причине оказался неосвященным. Задумывался он Тенишевой и Рерихом, как православный храм для молодежи при школе, которую создала Мария Клавдина. И строился именно с этой целью. Фрески, которые должны были там располагаться, обсуждали с Николаем Константиновичем, с представителями церкви. Первоначально возник вопрос, а почему Николай Константинович при поддержке Марии Клавдиной решил изобразить Царицу Небесную в алтаре. Дело в том, что в церковной живописи эта традиция достаточно давно была уже утрачена. И тут Николай Константинович напомнил храм Святой Софии в Киеве XII века, где именно таким образом украшен алтарь. Там представлена Богородица, Богоматерь Аранта. Он возрождает древнюю традицию изображения Царицы Небесной в алтаре. И на этом прения и разногласия с представителями церкви завершились. Фрески были утверждены. В этой связи ничего не канонического, выходящего чрезмерно за рамки представлений православия, не присутствует во фресках Николая Константиновича. И Мария Клавдина, и Рерих задумывали эту церковь как православную. Не освящена она была по причине того, что началась Первая мировая война. Работы в церкви были приостановлены, они были еще не закончены. И те Нишевы и Рерих предполагали, что через какое-то время они вернутся к этим работам. Но судьба сложилась иначе, и история повернулась другим путем. Для нас важен этот храм и в том смысле, что это единственный храм из всех монументальных работ Николая Рериха, где он расписывал его лично. И находился там, в Талашкино, много раз и вместе со своей семьей. Для него этот храм был значим. Здесь у него появилась возможность при поддержке Тенишевой воплотить все свое представление о красоте православного храма. И если начнется процесс реконструкции росписи Рериха, то он даст нам возможность, во-первых, выявить новый потенциал в осмыслении православного храма, который был заложен Тенишевой и Рерихом. Ведь этот храм был посвящен не сошествию Святого Духа на апостолов, а самому Святому Духу. Это был новый нюанс, новая грань осмысления глубинных христианских традиций в понимании Пресвятой Троицы. Об этих и других моментах я писала в своем исследовании, посвященном Храму Небесному в церковно-монументальной живописи Рериха. Но здесь нет возможности останавливаться подробно, и поэтому я еще раз обращаюсь к участникам Круглого Стола, членам Национального Рериховского комитета поддержать инициативу губернатора Смоленской области Алексея Островского. Спасибо вам за внимание.